А вас попрошу пока зарубиться и пойдем в секунду Поздравляю тебя, Александр! Сейчас мы поедем в отдел полиции Почему не оплачиваете скоростные штрафы? У вас там порядка 50 неоплачиваемых штрафов Сколько? А у нас и приборка не загорается Конечно, мы же его подачи хотим Если бы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что я в Твери, в отеле, ночью, в раковине Буду с коксовкой пенной Валера очищать свечи, я бы не поверил Парни, мы бы серьезно Этот день никогда не закончится, Илюша, ты чего? 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 Смотри, чтоб к лимузину не подходил Просто пиздец Два часа пятьдесят семь минут ночи Ну вот как будет такую красоту? Илюша! Илюш, вставай! Илюш! Илюш, вставай! Все, надо ехать Приходи в себя Илюша, вставай, надо ехать Лицо мыть водой холодной Илюша, вставай! Илюша! Нас ждут великие подвиги Илюша, Илюша, вставай! Раз, два, зарядка Раз, два, Илюша, вставай, надо ехать Доброе утро, Тарас Сергеевич! Здорово! Как ваше ничего? Ничего! Как спалось? Прекрасно! Такой ты бодрый в три часа утра Все! Плюс есть! Заводи помойку! Отлично! Все! Пусть греется! Не-не, пока не надо! А что будет? Надо клеву взбивать! Да, клеву затянем! Да, греемся! Да, да, да! Включай подогрев сидений! Какой подогрев сидений? Никакой, я пошутил! А, такой ты! Юмор утренний! Да, да, да! Давай открою вот эту дверь! Тут резинка же лупилась, брат! Где? Ну, вот здесь вот Надо ее поправить на антенне Сейчас сделаем Значит, мы можем потерять такое дорогостоящее устройство Которое мы еще не настроили Как нас могут поймать в 3 часа ночи наши подписчики? Могут! Глядя тебе в окно! Как-то так! Один единственный в Твери, который вас спалил, да! Тут нет, было много! Илюш! Поживайся! Надо ехать! Утро наступает! Илюш! Иди спи в лимузин! Пожалуйста! Давай! Ходьба называется! Раз-два! 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 Я забыл, где какой кофе! Где два, где три сахара! Ничего страшного! Я думаю, мы сейчас попьем чайку! Потому что я взял чай! Взбодримся! Да-да-да! Я исключительно на Анарикану! Я думаю, вот здесь твое кофе! Русяна! Вот это мой кофе! Нет-нет-нет! Вот этот вот! Потому что я стоял слева! Порсик на утро! Да! Это важно пригодиться нашему коллеге! И орешки! Прекрасная пища! В общем, двигаем! Лимузин пока работает! Грузимся! И курс на Поклонную гору! До новых включений, друзья! Посмотрим, как доедем! Добрались на Поклонную гору! Господа! Я рад приветствовать вас в это раннее утро! Так сказать, в добром здравии! Спасибо, что вы вернулись! В нашей точке отправления Москва! Да! Сейчас здесь будет очень много экипажей! Нам в здании приведут инструктаж! И будем выдвигаться! Вон, кстати, первые уже подъезжают! Мне на самом деле безумно интересно! На какой технике еще ребята поедут? Ну, явно на нормальный! Благодарю вас! Я думаю, лимузинов больше не будет! Да! Благодарю вас! Смотрите, там пацаны на жигулях едут! На шестерке! А! Я хочу с ними познакомиться! На жигулях, да? Да! На шестерке! А! На тройке! На тройке! Я пересаживаюсь! Все, я пересаживаюсь! Пересаживаюсь! Ты так не поступишь! Не бросай нас! Кидок! Ты что творишь-то? Кидок! Сразу раз и все! И сорвался! Послушайте, я вас очень люблю! Но олдтаймеров я люблю больше! У нас тоже олдтаймер! Вот я олдтаймер! У нас погоду не олдтаймер, к сожалению! Господа! Если кто-то из наших читательных подписчиков хочет этого олдтаймера забрать себе! Вот ссылочка, она будет в описании! Переходите по ней! Сыграйте всего-навсего 20 боев в World of Warships! И эта тачка может стать вашей! Копеечка! А где троечка? А где тройка? А где тройка? Я же тройку видел! Это копейка! Транформировалась! А, да? Кабриолет! Там все дела! Запасы колеса! У нас тоже есть запасное одно летнее! Безгляд у тебя тоже уже олдтаймерский! С 20 метров не можешь отличить! Копейка или тройка! Вроде же фар-то больше было! А, а вот так, кстати, можно принять за тройку! Я вот эти фары, которые не дополнительные стоят! Да! Как он с базара-то сполз, а? Пойдемте к нему сходим! Не надо! Я никуда не сползал! Какая красота! А? Приветствую! Я вас приветствую категорически! Здравствуйте! Георгий Саныч! Илья! Илюк! Слушай! У меня небольшая проблема с наклейкой произошла по пути! Это нормально? Послушай, это меньше из наших проблем! Какого года? 76-го! 76-го года! Она моя ровесница! Смотри, приборы! Люк как раз! Сейчас минус 10! Самое то, мне кажется! Да! Холодно! Сейчас уже в пробках было жарко! А так я ехал, значит, было очень холодно! Неплохо, неплохо! Ну что, подождем, пока еще остальные подъедут! Короче, встреча состоялась! Ребят, время реакции опять! Несмотря на то, что это Москва! Многие, так сказать, на колесах! С утра! Время реакции минут 15, не соврать опять! Как бы уже все потихонечку собирается! И у нас вопрос, кому мы все-таки отдадим торпеду! Потому что, я так видел, одновременно приехало три человека! Такие, а? Я думаю, давайте мы вот! Вот они и определились! Дружные ребята! Дружные ребята, да! Дружные ребята! Владельцы торпеды! Так, помимо прочего, господа! Слушайте, это очень... У кого есть машины? Я так на секундочку! О, братья! Так это хорошо! Москва же! Москва, да! Зачем вам здесь машины? Держи! Держи! Это, кстати, инновационные штуки! Сейчас еще парочку раздадим! Ребят, пожалуйста, пожалуйста! Как обещали, при встрече раздаем ништяки! Вы только вдумайтесь, здесь ребята едут на багги! Представляете? На багги! Это просто сумасшествие! Вот это вот крутые чуваки! Багги, это действительно круто! Простите! Слушайте, а багги это ваш, да? Ну, рядышком! Как вообще пришла в голову такая идея на багги ехать? В нас стал пропадать дух авантюризма! Мы перестали делать... Простые добрые глупости! И перестали лазить в окна к любимым женщинам! Да! Неплохо! Слушайте, я хочу пожелать вам удачи! Спасибо! Да-да-да! Мы прошли технический круг! Независимый эксперт! Здравствуйте! Здравствуйте! Модный! Это тебе! После Твери будет, наверное, как раз самую тему! Молоко! По-любому! Брузинский! Эхир! С завода, где Кензмараули Сталину продавливали! Да! Без акцизочки! Это шикарно! Если нам в каждом городе подписчики будут привозить мутному что-нибудь, чтобы поправить здоровье... Молочные продукты! Да! У тебя к Максимике начнут появляться бурятские корни! Ну правда! Пойдемте! Нам там спросят... На инструктаж! Сад наконец-то с вами лично познакомится! Сейчас мы вас одарим и идем на инструктаж! А товарищ Шлихенмайер... Шлихенмайер приехал квартиру продавать! Бросил нас! Хотел бы ему сказать, что БМВ все-таки не говно! Ну пожалуйста! Можете ему сказать в кадр! Александр! БМВ не говно, а твое говно! БМВ не говно, а вот семерочка не очень! БМВ не говно! В общем мы в зале! Сейчас состоится брифинг! Придут другие команды! Нам огласят задание и будем выдвигаться! Георгий Александрович! А почему ты мне не сказал, что если выполнить все задания можно выиграть полмульта? Я тебе объясню почему! Потому что тебе вчера было тяжело что-то объяснить! Ты вместо стакана налил вискарь мне в ботинок и стоял полночи с прибором ночного видения возле окна! Зачем? Так получилось! Лёва звонил! Он хочет поймать нас на МКАДе и передать Илюше настойку! Ой, ё-моё! Опять? Да! А мы его довезем? Кого? Илюшу или настойку? Илюшу! Настойку точно не доедет! Вам есть только! Мы знаем одно сохранное место! Но и я не думаю, что мы выиграем! Почему? Я очень на это надеюсь! Это очень маловероятно! Мы же команда К! Несущиеся! Но некоторые из команды К! Время трения превращаются в дрова! Это не важно! Ввиду! Это не важно! Это не важно! Это не важно! Это важно! Надо же меру знать! Ты меру знаешь? Видел! Оно очень большая! Мы не выиграем! Мы будем стараться! Все при чем? Все! Все по-разному, но все будут стараться! Максимально! Да! Я очень хочу выиграть! Я не сомневаюсь! Прибор начнет! Зачем ты мне вискаря в ботинок налил? Сволочь! Это получилось! Это обеззараживание! Кстати, да! А что так в один? Они котиками пахли у тебя! А теперь один пахнет котиками! Да! Я так понимаю, можно выезжать? Да! Это тот случай, когда пора! 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 Мне нравится! Нас провожают пингвины! В Москве в последней неделе было катастрофическое количество снега и нас провожают пингвины! Это символично! Не пингвины, а снеговики! Но это не пингвины! А снеговики! А, в натуре, да! Они немножко снеговики! Да! Я по Фрейду! Да! Пойдем, пингвин! Заводи бибику! Заведена! Поехали! Поехали! Стартуем? Да! Ловите натуре из снеговики, а не пингвины! Ну что, мы едем! Команда Фортинг! Все, ребятушки, всем удачи! До новых исторических нерпы с нами! Наш номер второй! Мы отправляемся в качественный гранд-тур! Прям ух! Надеюсь, это кофе? Это кофе! Лаути господи! Ну тогда ладно! Кострома! Мне очень интересно, как чувак на багги поедет вообще! Слушай, а у них там закрытые багги! Закрытый! Да, да, да! Кострома! 5 часов, 38 верст! Нормально! Мы успеваем! А мы в 7 часов должны заехать в российское географическое общество! Опять в Москва-Сити! Каждый раз, когда мы приезжаем в Москву, мы едем либо мимо, либо в нее! Это какой-то парадокс! Это какой-то парадокс! И при всем при том, нам на самом деле везет! Мы посмотрели прогноз погоды! То есть сейчас в Петербурге начинаются снегопады! Москву от снега почистили! То есть в Москву мы сейчас хорошо пройдем! И буквально завтра тоже в Москве опять начинается неделя снегопадов! То есть мы идем формально по зеленому коридору! Я не знаю почему! Может это какое-то божественное вмешательство! Но пока нам очень сильно ведет! Но пробки это просто постоим! Пробки это Москва! Москва без пробок это Нерп красиво! Я очень хочу вживую посмотреть на Нерпу! Они же такие няшные! Если у Илюши, когда он будет гнать по Байкалу, отвалится кардан! Ты посмотришь на Нерпу! Да? Да, он войдет в лед! Лимузин остановится! Я тоже хочу! В лед войти? Нет! Пока танцы! Вы посмотрите кого мы увидели! Это же Лёва! Привет! Господа подонки! Я искренне выражаю вам респект за то, что вы согласились с нами встретиться! А что у вас в пакете? Слеза подонка! Как в Байкальской миле без слезы подонка невозможно! Это неотделимая вещь! Здрасьте! Здрасьте! Ты уже открыл первый донат от подписчиков? Я пока нюхаю! Дорогой друг! Здравствуйте! Какая у вас шапка! Климатическая! Да-да-да! Как ваш ничего? Ничего! Сейчас вы вернетесь! Как раз уже я думаю, что с оудосом будем сильно продвигаться! Да! Потому что в следующем году мы же на реактивные тяги пойдем! Ну вот о чем и речь! Привет! Пилотом будешь? Ты же помнишь наше договоренно, что я стик? Да-да-да! Просто покажите ему! Покажите где газ! И все! Мне больше ничего не надо! Газ там! Лев! Ты в корабле играешь? Учусь! У нас для тебя есть, так сказать, несколько подарков непосредственно от Варгейминга! Ну, подарков всегда рад! А это хорошо! Илешенька! А везде! Береги себя! Да пошатывай! Все в дом! Все в дом! Там немного кастератизма! Утащила! Встретимся! Тима, я тебе сочувствую! Максимихи! Да! Выдайте нам, пожалуйста, лута! Так! На самом деле, у меня тоже есть маленький талисман, который я хотел бы тебе передать лично! Это моя карточка Мембершиповская Байкальской мили! Так! Вот! И я надеюсь, что она доедет до Максимихи! Там ее где-нибудь выкинешь, но надо ее вернуть в географический контекст! Мы ее во льду заморозим! Вот! 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 Пускай она принесет тебе удачу! Так же принесла мне в том году! Спасибо! Спасибо! О! От автора! Вот! С автографом! Это я очень люблю такие книги! Спасибо! Ну и выдавите еще смазочки нашему другу! Я знаю! У вас МЛ! Ему пригодится! Спасибо! 272-й мотор! Я думаю съест это с удовольствием! А! На 272-й надо еще одну! Ты думаешь, надо? Да, конечно! На 272-й там масло до хрена! А! Это же Мерседес! Да! Да! Передимаем вы! Ух! И не ауди! С нами на связи господин Шлихенмайер! Привет! Сань, скажи! Ну что, как? Сделка состоялась? Саня! Да! Связь плохая! Привет! Связь плохая! Да! Скажи! Сделка состоялась? Ты хату продал? Да! Да! С утра! Как добрался! Все! Сделал и вот! Отдыхаю! Ты мой герой! Короче! Ты отдыхай и потихонечку нас нагоняй! Теперь у тебя бабки есть! Поэтому, я думаю, проблем не будет! Да! Да! Я вас кое-где! Я вас не ждать! На прямой маршрут я вас знаю! Давай! Давай! Красавчик! Хорошо! Все! Сань, давай! Связь говно! Одевайся только в следующий раз, когда на фестайме! Алло! Ты собираешься, так сказать, катать? Да! В Костроме? Где придется! Слушай, в Костроме пацаны такие! Если что-нибудь не так закатаешь, они и закатают! А у нас боекомплект заканчивается! Я честный катал! Ты мой герой! Господа, я знаете, что еще думаю? Да! Слушайте, пока мы на трассе, давайте, может быть, спросим в нашу замечательную рацию. Может, есть какие-нибудь здесь конторы на трассе, которые могут ее качественно настроить? Мысль-то хороша! Я думаю, нам бы это сейчас не повредило! Привет, привет, братан! Привет! Ты посмотри, какие песели, а! Такая шайка! Не-не-не, это несъедобно, поверь мне! Несъедобно! Ты посмотри, какие пупсы, да? Такие вот! Маманя! Красота, да? А это, видимо, Маманя, а это Папаня! Да, это Папаня, а вон Маманя! У него сиськи! Это папа, а это мама! Это мама, а это папа! Да! А это их 5 детей! У него сиськи! Ха-ха-ха! Это сейчас, как я с утра, да? Это пингвины! Ха-ха-ха! Да, ребят, вы такие вообще пупсы! Охи, господи, ты моя шлетка, ты моя шлетка! Смотри, батя, ты вообще батя в мужской компании! Да! Батя знает, что делать! Ну все, батя, теперь ты лайка свалил на человеческое количество! Надо спросить, может они тут рации настраивают? Ну да! А, вот сюда? Да, еще вон Маману! Заходи! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый обед! Подсказать рации вы вы настраиваете? Нет! Нет! А дальше туда в ту сторону не знаете? Никто? Никто не делает! А, никто не делает! Ааа-аа! Ну давай пошли! Я понял! Ну ладно! Пневму мы можем взять! У нас как раз кончилось! Нет! Нет, ладно! Никто рации не настраивает! ну пёс или классные согласись смотри пёс или да вообще мужчины такие хоп ну хранить а потом они превращаются ну смотри ты должен был маленьким смысле разного щеким прекрасным пупсом а вырос животное все логично пупсы да не бойтесь вы не бойтесь не бойтесь вы идите сюда давай тарас сергеевич завел шашлайку идите не дышите газами выхлопными идите не бойтесь на подъезде костроме нас уже выцепили я хочу сказать кострома город россии на реке волга основанный на секундочку юрием долгоруким в 1152 году население города составляет 276 тысяч девятьсот двадцать девять человек по версии википедии но пацаны я очень рад что вы нас встретили и сегодня мы привезли еще одного человека к острову прошу жаловать чтобы округлить нам нужен мастер левша слова этого не побоюсь я левша все тогда пошли это представляешь один раз раз дерево реально как бы кому отдать торпеду потому что мы должны вам ее отдать но кому я не знаю поэтому решайте сами но я тогда сколько а давай 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 отойдем с дороги же так минут так все ты выиграл дожди откуда я с ярославля я подумал то что вы с москвой выехали в один раз рассчитал как раз я думал через иваново поедет он стал на выезде с иваново здорово потом кроме заколебался на диск поехал вот там господа ну конечно же и призы подарки так у нас конечно же от твоим по авто и от wargaming ребят кружки капитанские берите 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 у нас еще есть как и у нас еще безусловно у всех есть машина да это хорошо держи штука хорошая причем редко реально мы в лимузин залили благодаря ему до сих пор ездить им да вы не смогли нас догнать русское географическое общество основано в 1845 году нам все давно добро пожаловать господа добро добро стойди ты уже добро пожаловать у вас очки даже запотели это холодно это нормально здравствуйте здравствуйте категорически вас приветствую мы доехали георгий саныч илюша илья владимирович тарас сергеевич тимур дмитриевич как встречать простите роман владимирович роман владимирович еще раз русское географическое общество костромское областное отделение рад приветствовать вас на нашей костромской земле очень приятно очень вас ждали командуйте нами говорите что нам делать но нужно сейчас раздеться и мы начнем с вами мероприятия нет вопросов спасибо хотите верьте хотите не верьте но я никогда в жизни не делал кукол самостоятельно причем здесь нет ни ножниц не не единого шва не сшито все вот так вот сделано руками илюш покажи свой у меня опять рыжий получилось нормально тима у тебя тоже да ирочка я по я прошу вас представить вы мега талантливый человек я максимально благодарен что вы сегодня с нами присутствуете угостяйте на вкусным чаем вкусным вареньем расскажите что это за кукла и что это заберег в дорогу традиционная кукла которая называется подорожница она делалась русскими людьми на всей территории россии вы сейчас сделали вот такую вот подорожницу которая костромская да мы сюда вложили костромскую черную наш наш изумительный продукт здорового питания я вам еще вот сухарик ржаного хлеба то есть чтобы вас хватало сил здоровья для того чтобы преодолеть свою большую дорогу она делается без применения ножниц и иголок из натуральных тканей и так как делали наши предки давным-давно то есть мы сохраняем традиции русского народа и как раз популяризируем наше на русское творчество вы приобщились ирочка это очень круто да вскрыли в себе ресурсы и то что заши то у вас геногеногеногенетическом уровне ты сломал уже подорожницу торсом отвязалась а надо перевязать пусть рвется у куклы да не рвется у вас я уже до куклы ирочка слушайте спасибо огромное теперь мы точно доедем но по каждому своя куколки же все разные делаются они либо в определенном событии связано с каким-то с житейским событием свадьба например рождение ребенка до либо вот в дорогу муж собирался и жена делал вот такого маленького размера называются подорожницы спасибо большое спасибо вам ребята очень было интересно да 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 несмотря на то что я мальчик мне безумно понравилось правда самые счастливые мальчики какой ты все-таки талантливый человек ну ты смотри какой ты сделала но прям ну во всяком случае у нас отдельные кровати да это не может не радовать мы даже на втором этаже мы даже можем пригласить кого-то из подписчиков чтобы он был пятым но это я пошутил да ну что нас четыре я сплю вот тут ты спишь с торпедой я сплю обязательно с торпедой я буду обнимать господа давайте резюмировать сегодняшний день завтра нас ждет киров киров 600 копейками километров город тот который киров я понимаю что не и мы там были и мы там были ночью и не внимательно на этот раз мы думаем к вечеру будем возможно успеем посмотреть город короче встречаться будем с подписчиками кто подписан на instagram знает резюмируем все что было в этой серии и так значится мы в улан-удэ будем разыгрывать лимузин все очень правило посылки очень просто по ссылкам в описании переходите проведите 20 боев и эта тачка может стать вашей или же если вы не хотите приезжать за ней в лан-удэ хотя я уже начинаю понимать что многие не хотят за ней по ней по за ней поехать мы в правилах написали что если что денежный эквивалент 80 тысяч рублей больше она увы не стоит то есть как бы лимузин или вместо него 80 тысяч рублей все очень просто далее всю продукцию в mp-авто которую вы видели в видео вы можете купить на сайте по ссылке в описании по промокоду эксперт скидки до 20 процентов пожалуйста указывайте промокод при заказе кострома шикарно да шикарно приветливые люди а что ты мешочек у меня на месте у меня берегу не обережение все господа гараж тулс вы лучшие мы заряжаем бустер завтра планируется минус 30 посмотрим заведется линкор и мы будем продолжать движение а сейчас мыться бриться и спать и на какой этаж я на 2 ты любишь как в паровозе все господа всем мира добра удачи на канал подписывайтесь пока очень устали встали сегодня в три часа ночи а легли в два пока ребят а